Вор в законе Гия Кутаиски. Какими только эпитетами не характеризовали грузинского вора в законе Гайоза Звиададзе люди, пересекавшиеся с ним по жизни. Идейный вор, живет без страха, Волк, Чистоган. Эти слова действительно сказаны в разное время и разными людьми о Гии Кутаисском. Он прожил очень сложную и богатую, на самые разноплановые события жизнь. Началась она в 1958 году в Кутаисе. Оказавшегося в Тбилисском СИЗО в очень молодом возрасте, Гию признали равным себе вора в законе Мелия, Гогия и Бичика, Монташов. Бичика в 80-е и 90-е годы был одним из самых уважаемых авторитетов среди грузин. Вор Старой Закалки скончался в Тбилиси в 1999 году от инфаркта. По молодости Гии Кутаиски специализировался на квартирных кражах и грабежах, но с возрастом отошел от практической деятельности, заняв место вечного третейского судьи в частых спорах между урками. Послужной список вора начался в Грузии в 1978 году с двухлетнего срока и затем, после небольшого отдыха, продолжился еще 11 годами заключения. В 1999 году уже в Москве за участие разбоя грузину добавят три года. Вместе с Гией в Россию переберется и его старший сын Давид. В 2006 году он окажется в группе преступников, ворвавшихся в квартиру к армянскому бизнесмену. Перепуганная семья успеет позвонить в милицию. Между бандитами и прибывшим на место преступления нарядом, вспыхнет перестрелка, в которой два служителя закона будут застрелены. Давид успешно сдал экзамен на настоящего бандита, но не на законника. В такие только серьезные переделки вор в законе Гия Кутаиский не попадал. Его жизнь была полна взлетов и падений, а также очень сложных ситуаций, в которых ему пришлось собрать в кулак всю свою волю. Шесть раз его отправляли за решетку в Грузии и России, ему пришлось вступать в спор с известными ворами и не всегда выходить победителем. Он был близок к деду Хасану, Усаян и Шакрамолодому, Калашов, но не подался их моде штамповать крестников, очень принципиально подходя к каждой предложенной кандидатуре. Их у него всего пять. Крестники Гии Кутаиского. Нико Цхалтубский, Меладзе, до 2027 года будет сидеть в греческой тюрьме. В 2003 году он потерял право именовать себя вором, но в заключении за границей российские титулы не играют особой роли. Еще один из крестников сейчас также пребывает в неволе в тюрьме Ельца. Это Костыль Борисов. Ему остался лишь год до звонка. Остальные Тенго Патийский, Гигиберия, Звиад, Дарсадзе и Шотика, Тевдорадзе, здравствуют и имеют возможность ежедневно лицезреть своего крестного отца. Вся теплая компания собралась на турецких курортах. В молодости Гии Кутаиский впитывал чужой жизненный опыт, как губка. Он дружил с мамукой Кутаиским, Манджавидзе, оказавшимся одним из последних преступников советской поры, в отношении которых приговор об исключительной мере наказания был приведен в исполнение. За убийство милиционера его расстреляли в 1991 году. Другого знакомого Иосика Азургецкого застрелили в 1985 году при задержании кутаиские милиционеры. Такие знакомства только добавили веса молодому кутаисцу в уголовной среде. Бандитский адвокат Андрей Чувилев. Путь в Турцию для Гии Кутаиского оказался долгим и непростым. Сперва он прилично освоился в Москве. В 1994 году милицейская облава застукала Гию с оружием на квартире у подруги. Он был арестован и помещен в СИЗО. Гия знал толк в хороших адвокатах. Его делом стал заниматься Андрей Чувилев, бывший следователь, в чине майора, хороший практик, одно время преподававший в милицейской академии. Он сразу нашел кучу процессуальных косяков у бывших коллег. В момент обнаружения пистолета на кухне рядом не было понятых. Они появились только потом. На оружии отсутствовали отпечатки пальцев Гии, следов металла или оружейной смазки также не было на одежде задержанного. Милиции пришлось признать свое полное поражение и отпустить грузина на свободу. В дальнейшем Чувилев займется судьбой еще одного известного грузинского вора Дата Ташкентского, Цехилашвили, но милиция возьмет реванш. Дата к тому времени уже плотно сядет на иглу. Адвокат по его настоятельной просьбе принес ему в СИЗО бутылку с алкоголем и пакет с наркотиками. Их встреча фиксировалась на камеру. В нужный момент адвокат и его клиент были задержаны с поличным. К чести Гии Кутаиского, прожив долгую жизнь, он никогда не только сам не имел дело с наркотиками, но и презирал всех наркоманов, кем бы они не были. Отсидки в зонах. В январе 1999 года его вновь задержат. В этот раз уйти от длинной руки закона не удастся. Он вызовется разбирать спор между авторитетами из подмосковного Воскресенской и коммерсантами. Одна сторона вызвалась погасить долги нескольких оборонных предприятий, расположенных в этом городе, путем сложной схемы взаимозачетов. Все было в точности исполнено, но обе стороны остались недовольны окончательным расчетом за услугу. Одним показалось мало, другим уже достаточно, если немного. Гию арестуют в кафе Рябина, а на свое несчастье он захватит на стрелку пистолет Таурус с 18 патронами. На три года он будет отстранен от дел. Едва выйдя на свободу, Гия Кутаиский уедет навестить родных и знакомых на родину. Приятного отдыха не получилось. Весь бомонд Кутаиси в количестве 250 человек собрался отметить Рождество в ресторане Терепебе. Помимо представителей официальной власти на мероприятие, будут приглашены теневые хозяева города, и конечно же воры в законе, коими очень богата эта местность. В ходе праздника Гии показалось, что главный судья Кутаиси слишком игриво и двусмысленно подмигнул глазом его супруги. Вор в законе оскорбился и выбил ему зубы, заодно сильно поколотив другого его коллегу, пытавшегося заступиться за начальника. Гия Кутаиский всегда отличался завидной физической силой. Городская власть сильно обиделась и посадила испортившего праздник хулигана на полтора года. Конфликт с ворами. Неприятности на этом не закончились. Грузия всегда отличалась неформальным отношением к действующему закону. Пока Гия ждал суда в СИЗО Кутаиси, к нему в камеру с воли запустили компанию коллег-воров, давно искавших очной встречи. Посетителями оказались Бодри Кутаиский, Кагуашвили, Канано, Потсхвере, Малхаз, Мендадзе, Мамука, Квиженадзе и еще несколько воров. Они навестили Гию для того, чтобы получить ответы на несколько неприятных вопросов. Мамуку очень интересовал источник происхождения слухов об отношениях между Гией и собственной супругой. В разговоре с Канано, невоздержанный на язык Гия несколько раз нелестно высказывался об Адрику Таиском. Земляк с волей жаждал очной ставки, чтобы услышать все самому. Разговор получился очень острым. Веских доводов от хозяина камеры гости не дождались. Вскоре слова закончились, и беседа перешла в фазу рукопашной схватки. Численное преимущество обеспечило победу за явным преимуществом тайным посетителям СИЗО. В довершении всего Гии объявили, что он с этого дня не вор. Суровый приговор в скором времени был отменен. Гайос Звиададзе нашел в себе силы признать ошибки. Он по телефону связался с Канано главным инициатором разборки, к тому времени уехавшим в Москву, и принес ему свои извинения за необдуманные поступки. Немного посовещавшись с коллегами, Канано отменил суровый приговор и вернул Сухаря в семью. Однако нелюбовь к Бодри у него останется на всю оставшуюся жизнь. Восстановленный в правах Гия тут же сам начал судить и миловать. Пока он сидел в тюрьме, он лишил имени Зураба, Лордкипанидзе. К тому имелись претензии от другого вора Дудуки, Парцхаладзе, о которых Гия был хорошо наслышан. Остановленный Зураб переедет во Францию, но так и не оправится от позора. В 2008 году он повесится. Другими жертвами провежа Гии Кутаиского, Сталец Руцы, Щитиани и Рождинович Миклашвили. На этом приключения грузина на родной земле не закончились. Пока он отбывал наказание из колонии, в которой он находился, был совершен побег заключенных. После грандиозного шмона, устроенного охраной, из его камеры на свет появилось спрятанное огнестрельное оружие. Пока грузинское правосудие соображало, как еще наказать Гию, тот, пользуясь окончанием срока заключения, от греха подальше покинул страну в направлении России. Заочный приговор. Противостояние с грузинскими властями перешло из очного в заочное. Гии Кутаиский позвонил по телефону начальнику управления по борьбе с организованной преступностью Гургенидзе и в резкой форме, перемежая нецензурную брань с угрозами, потребовал от него умерить пыл в профессиональной деятельности, перестать преследовать воров в законе, оказавшихся на территории страны. В Грузии уже был принят закон об уголовной ответственности только за принадлежность к высшей воровской касте. В разговоре Гии предложил ему хорошенько подумать о судьбе родственников. Ответ государства был мгновенным. Решением суда был конфискован трехэтажный особняк вора в законе в центре Кутаиси. Его переоборудовали и демонстративно открыли в нем новое отделение полиции. На презентацию собрались все высшие республиканские чины. Вдобавок гражданин Грузии Гайос Звиададзе был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы за имеющийся у него титул. В России Гии не сидел на одном месте. Постоянно путешествуя по делам, он объявлялся то в Италии, то в Испании, то в Эмиратах. Турне прервалось в 2010 году. Его арестовали в Москве. Паспорт гражданина РФ на вымышленное имя был признан недействительным. Гию легко идентифицировали по картотеке и стали готовить документы для депортации на родину. Гия предлагал 150 тысяч евро за решение вопроса в его пользу. Отношения между странами к тому времени сильно испортились. Несмотря на желание грузин посадить Гию, еще раз в свою тюрьму, действовало личное распоряжение президента Грузии не работать напрямую с Москвой. Процедура передачи растянулась более чем на год. В 2011 году Гия Кутаиский все же сошел с трапа в аэропорту Тбилиси. Под конвоем он сразу был припровожден в Тбилисское СИЗО-7, отбывать назначенный судом срок. Видимо в последний раз он сидел очень тихо. В 2016 году, значительно раньше срока он был освобожден. Местом дальнейшего пребывания он выбрал Турцию, где уже находилась большая, но недружная община воров грузин, включая его бывшего обвинителя Кокона. Гия успеет только навестить его в больнице. Вскоре Кокона скончается в Стамбуле от рака горла. В Турции Гия Кутаиский сблизится с Гелой, Кардава. Некогда влиятельный вор, после смерти деда Хасана утратил свои позиции и нуждался в поддержке незапятнанных коллег. Гия Кутаиский как раз оказался тем, кто ему нужен. В обмен Гела взял на себя решение всех бытовых вопросов вора в законе на новом месте. Гия быстро сколотил себе группу поддержки. В Турции сейчас скопилось несколько лидеров воровского мира. Убит вор старой формации Гия Кутаиский. Криминальный мир оказался на пороге новой войны. В Турции был застрелен влиятельнейший вор в законе Гайос Звиададзе, Гия Кутаиский, который в последнее время был крайне близок с одним из лидеров преступной среды, Лашей Шушинашвили, Лаша Рустовский. Если последний воспримет это как удар по себе, то непременно последуют ответные действия. Потенциальный объект этих действий уже известен, клан давнего недруга Лаши Мираба Джангвиладзе. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, последнее время Звиададзе все время курсировал между Турцией, где находятся его близкие соратники, и Грецией, где обосновался Шушинашвили. Однако последний его визит в Турцию закончился печально. Звиададзе был на улице застрелен киллером. Это происшествие вызвало переполох в криминальном мире. Гия Кутаиский был нерядовым вором в законе, изредка устраивающим разборки, а одним из лидеров преступной среды старой формации, способным повести за собой других законников. В клане Лаши Шушинашвили уже начали свое расследование произошедшего. Пока бытует две основные версии убийства. Версия убийства Гии Кутаиского. Первая связана с серьезным конфликтом между Звиададзе и украинским законником Андреем Недзельским, неделя, держателем общака в Незалежней. В конце 2016 года, начале 2017 года, грузинские воры в законе, обосновавшиеся на Украине, подметили странную особенность, как только у них обостряется конфликт с неделей, они тут же задерживаются сотрудниками СБУ. Сходная участь ждала и ряд авторитетов, которые пытались прибыть в Незалежную, их моментально высылали спецслужбы как нежелательных персон. Например, подобная история произошла в феврале 2017 года с Гелой Кардавой, который прибыл в Киев как эмиссар Звиададзе. В результате неделю, фактически напрямую обвинили в дружбе с СБУ, что грозило ему потерей воровских погон. В Греции назначили сходку по данному вопросу, на которой Недзельскому предстояло лично держать удар по этой неудобной для него теме. Однако туда он просто не явился. Тогда состоялся весьма неприятный телефонный разговор между Звиададзе и неделей. Последний ссылался на некие серьезные проблемы, которые помешали ему прибыть в Грецию. Звиададзе в весьма грубой форме высказал Недзельскому претензии по всем имеющимся темам, при этом было отмечено, что ведет себя Неделя как не вор. Недзельский оказался на грани того, чтобы лишиться полномочий и в июле 2017 года выбрался таки в Европу, но был задержан во Франции. После этого конфликт несколько затих. Однако источник говорит, что недавно выяснилось, что Неделя спешил вовсе не в Грецию к Звиададзе и Шушинашвили, а направлялся на встречу с вором в законе Мирабом Джингвиладзе, поддержкой которого надеялся заручиться в непростой для себя ситуации. И в ближайшее время история вокруг Недели и его дружба с СБУ могла с подачи Звиададзе разгореться с новой силой. Однако вторая и основная версия расстрела связана все же не с этим конфликтом. Звиададзе является представителем кутаистского криминального клана и, освободившись из тюрьмы, начал формировать вокруг себя мощную команду. В первую очередь к нему примкнула группа воров, ранее входивших в клан Мираба Джингвиладзе. Самыми видными из них являются Георгий Нижарадзе, Гие и Гоча Алпаидзе, Алфасон. Собеседник отметил, что у Мираба это вызывало серьезное недовольство, он не раз об этом говорил в узком кругу. Это недовольство значительно выросло и приобрело резкие высказывания со стороны Джингвиладзе, когда Звиададзе сблизился с Лашей Шушинашвили. Мираб и Лаши давние враги, именно в войне между ними погиб бывший вор в законе, один Аслан Усаян, Дед Хасан. Сейчас вопрос стоит так. Если окажется, что убийство стало причиной каких-то личных конфликтов Звиададзе, то это одна ситуация. Не исключено, что кто-то из его круга, тот же Гела, захотят отмстить, но глобальной войны не будет. Если выяснится, что Звиададзе застрелили как сподвижника Лаши, да еще и Мираб к этому имеет отношение, то Шушаншвили непременно ответит. И весьма мощно. Тут уже война обострится с новой силой, она может оказаться весьма кровопролитной, отметил источник. Гига Петриашвили. Человеком, оказавшимся рядом с Гайозом Звиададзе, Гия Кутаиский, в момент покушения на него, оказался 26-летний вор в законе Гига Петриашвили, известный также как Гига Кахитинец, Осикидис, или профессор. Он получил огнестрельное ранение в ногу. Напомним, убийство приближенного к Лаше Шушаншвили, Лаше Рустовский, законника произошло в воскресенье в турецком городе Анталии. На Звиададзе и Петриашвили напали, когда они выходили из дома, где живет еще один законник Роман Барбакадзе, Римен. Учитывая, что основные выстрелы пришлись на Гию Кутаиского, он и был главной целью нападавших. Однако теперь именно легко отделавшийся Гига должен будет отомстить заказчикам убийства и за себя, и за Гию. Коронованный в 22-летнем возрасте в Греции профессор, в прошлом месяце был выслан в Турцию из Киева, где его задержали уже во второй раз за последние полгода. По данным украинских правоохранителей, Петриашвили организовывал сходки для перераспределения сфер влияния в местном уголовном мире и планировал заниматься вербовкой новых людей для занятия автоугонами на территории страны. По предварительным предположениям, к убийству Звиададзе мог привести помимо озвученных, выше версий, и его конфликт с вором в законе Надаром Осаяном, Надар Рустовский, из-за влияния в Ростовской области. Продолжение следует...